привет друзья 3 часа дня мы выселяемся выселяемся едем на станцию у нас 4 наверное шатап экспресс как как мы все это сейчас уместим я не знаю наверное придется да мама сеть вообще молодцы конечно как они тут упакуют упаковывать еще одна есть вон но нет даже две думал пришло сообщение на телефон что сейчас поездах после долгого перерыва в вагонах и с кондиционером стали давать постельная одеяло постельная подушки и поэтому нам минус вот две таких больших сумки потому что здесь одеяло подушки я все холдо холдо да вот в общем можно путешествовать как всегда только вот со своими такими чемоданчиками это мы поймала все лучше подожди wait one one second second папа стоп плиз все надо держать у нас просто наши любимые одеяла они очень объемные мы таскаем два объемных одеяла одно необъемные три простыни и две подушки и вследствие чего я больших сумки лишние только из-за того что во время пандемии в вагонах с кондиционерами отменили простыни подушки одеяла и занавеса может они думали что но там микробы могут прятаться не знаю чего они думали почему провинились простыни почему в гостиницах просто не выдавали а в поездах не выдавали загадка загадка логическая то разгадает тот молодец а разгадать наверное может только тот кто эту загадку загадал чем был прикол отменять простыни и одеяла холодных вагонах они же с кондиционерами они холодные даже вот сейчас вот я уже одела носки я взяла с собой теплую шаль вот сюда по тоже положила вот она теплая шаль я положила кофту теплую потому что я не знаю ваш это где это тоже поезд с кондиционером это же наверное я там под замерзну не всегда понимаешь какой какой напор холода они включат на какую температуру поставят и 7 а киньки киньки Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают как в такси иногда полицейский шпалка подошел говорит, пора бы уже давай, давай ну, они, в принципе, в общем, в общем, в общем, в общем, в общем, в общем, ну, вот, с одними из первых, как саши договариваются, как всегда, одинаково все время ну, потому что они действительно одинаково начинают очень-очень большие вот если бы у нас вот этих двух сумок не было, нам вообще бы не нужна была помощь, потому что это все на колесах а это как раз сумки с одеялами и внизу я, правда, еще купила вот эти зеленые чашечки пиалочки из драмсалы вот, они тоже объемные, тяжелые, потому что они в коробке в такой еще чашечки, и еще чашечки, и еще пиалочки о, мама очень тяжело вот это легкая она совсем легкая, там всего одно одеяло все, спасибо, спасибо ой, как их много, да интересно, у них есть какой-то лимит, что вот, например только 100 носильщиков или 200 или кто хочет наверняка они вот покупают какой-то жетон у них там на плече я не знаю, как здесь, но в Бангалоре на плече у них жетон висит если битут, то, по-моему, это не Шатабди ну, в общем, сейчас посмотрим кстати, вот я говорила если кто хочет идти и покупать туристворенный офис, билеты когда снимают бронь, там все такое в общем, для иностранцев всегда есть какая-то бронь вот здесь вот идите сюда к этому зданию и там на втором этаже вот здесь кассы идите дальше дальше, 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 дальше дальше вот здесь расписание 15.08 уже вот там, кстати, есть, видите may I help you тоже туда можно обращаться вот туда вот по лестнице подниматься и там этот туристворенный офис раньше большими буквами было написано сейчас ничего не написано проверка на вокзал тоже серьезная, как всегда и везде да да красивая красивая мальчика да есть чудовища care в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, ура Название Он пустой Начало пути Ну да, Дели Я думала, он уже занятый Думал, как неудобно-то Тело Ангана Экспресс Вот, не Шатапди Шатапди по утрам ходят И вот вагонах с кондиционерами Повесили занавесочки Представляете, больше двух лет Не было занавесок Не было там вот этих вот Внутри занавесок, которые Изображали купе И, как я говорила, не было одеял Простыней Подошек Хороший знак У нас места вообще-то другие Саши говорит, ты сядь Прямо с самой первой вагон Потому что нам потом выходить Через два часа У нас 17 17.20, кажется Вот, друзья, видите Занавески Их же ведь не было Так давно А вообще Вот эти вагоны с кондиционерами Они предусматривают занавески Хаммани Километра сто агро Где-то 200 километров По-моему, даже меньше Мне кажется, 150 Он говорит, я был в Тадж-Махале Больше 200 раз 16 Тронулись Вот прямо Минуточка-минуточка В четыре отправления Да-да, exactly 4 o'clock Больше не продают чай Он спросил Три магазина В общем Наша агро будет Всего лишь Второй остановкой Первая остановка После Тели Это Матхура И потом будет агро Поэтому мы доедем быстро 195 километров За два часа Вот такой Быстрый Он спросит Бедный Совершенно Без чая Ну и хорошо В Канад Плэйс Приезжаем Ну уже Вот так Приезжаем На поезде Вчера На рикше Он говорит Что Вы жуете Кого-нибудь Который говорит Вам холодно Или наоборот Жарко Ну жарко Не так Чтобы сильно Работает Кондиционер Ну у него там Как бы так Все прикрыто Вон там Само Это Гнездо Этого холода Глаза Вон там Про Фон Мога По Пожар незамуденный Станция Посылки, посылки, посылки А, да, кофе, ага Сейчас, сейчас, хорошо Я теперь этой занавеской Хорошо, хорошо Какая грязная река-то, батюшки Ну, а как? Вот он говорит, не показывай моим друзьям Вот эти грязные места Ну, что же я буду только Тадж-Махала, что ли, показывать? Она же разная Мы покажем им Тадж-Махала Редфорд, но она разная И этим она прекрасна Очень хорошо Ну, я тоже понимаю, конечно Каждый индейец, он переживает За то, как его страна будет показана Поначалу вообще ссорились Как только я останусь Ну, там, снимала там Какие-то нищих, еще что-то Он все время ругался Я говорю, ну, я не могу показывать Только блеск У каждой медали две стороны Но я и не концентрируюсь, допустим На грязи Вот исключительно грязь Исключительно Вот что вижу, то и пою Вот сейчас мое окошко это видно И чего Завтра будет видно Тадж-Махал А из нашего окошка Тадж-Махала Немножко Да Тадж-Махал Тадж-Махал Как будто дождь, да? Мокрая платформа, дождь, да? Прошел, видимо. У всех кирпич стоит, надстраивает, надстраивает. Дети женятся, им тоже нужно жилье. Здесь из Матхура, да, в Матхура? Приехали в Матхуру, подъезжаем, вернее, ну а потом всего полчаса до Агры. Ну вот здесь чуть-чуть проехать на рикше и будет Вриндаван, родина Кришны, место рождения Аватара Кришны 5000 лет назад. Дlinear. Продолжение следует... 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 Как всегда, похоже, приезжаем в дождь. Нам везет.